Уже позвучало. Возможно, погода будет не очень хорошей для поездки на природу. Но сегодня мы смотрели прогноз 11 градусов тепла. Так что, возможно, к тому списку, может быть, даже придется добавить лыжи, тулупы и так далее. Но давайте договоримся так, что в пятницу вечером мы все заходим в интернет, на наши интернет-ресурсы ВКонтакте, Moscow Church, Hapland, и там смотрим объявления. Если вдруг погода действительно будет очень-очень плохой, то мы не хотим отменять поездку, мы просто отменим мероприятие, которое мы там планировали. Мы договоримся в Заокском о помещении, там проведем богослужение, возможно, где-то под тентом приготовим заранее какую-то палатку, либо в каком-то помещении, и все-таки проведем крещение на природе. Мы едем туда ради крещения и ради того, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Поэтому, пожалуйста, в пятницу проверяйте новости, объявления на наших интернет-ресурсах. В крайнем случае просто звоните мне. Телефон на доске объявлений есть. И помолиться надо? За погоду надо помолиться. Вы знаете, это само собой. Мы очень надеемся, почему и делаем это объявление, что погода будет благоприятной. Как вы знаете, обещали нам 30 градусов на прошлой неделе, но, тем не менее, выше 20, по-моему, не поднималось. Господь усмотрит. Так что пока мы планируем так. Но, пожалуйста, смотрите новости и звоните, если вдруг вы не пользуетесь интернетом, чтобы уточнить информацию. Мы с вами обращаемся к уроку субботней школы. К тому уроку, который мы изучали на протяжении недели. Я приглашаю всех англоговорящих, учеников английских классов, пройти в английский класс, который будет в нашем английском зале за окном. Это у нас английский зал, если кто не знает. Можете пройти через зал или через эту дверь. И Энди Макчестни и Давид Кулаков проведут там урок субботней школы на английском языке. Как называется наш урок? Миссия. Миссия выполнима, я бы сказал. Миссия должна быть выполнена. И что это за миссия? Памятный стих хороший, очень хороший. Кто-нибудь знает его? Прочитайте, пожалуйста, если кто открыл уже. Я уже открыл. Будьте всегда готовы, всякому требующему у вас отчета, в вашем уповании дать ответ скротностью и благоговением. Первая часть этого стиха звучит очень хорошо. На нее как-то легко реагируешь. Что всякому, в принципе, мы даем ответ. Иной раз даем ответ так бодро, так активно, может быть, даже агрессивно. Что когда читаешь вторую часть этого текста, то понимаешь, что вообще-то Господь ждет от нас особого ответа. Не просто отвечать на сложные вопросы, не только свидетельствовать, рассказывать свои опыты бурно и иной раз, может быть, даже бия себя в грудь. Что вот, мол, как я, а Господь говорит скротостью и благоговением. Знаете, нас всегда подмывает говорить с авторитетом. Мы любим апеллировать к каким-то важным документам, к каким-то научным исследованиям, к каким-то очень великим людям и так далее. А Господь говорит, свидетельство ваше должно быть скротостью, со смирением и с благоговением. Какова миссия нашей Церкви? Должна ли Церковь идти победоносно по стране, с гордостью, потому что она избранная, с гордостью, потому что она Церковь последнего времени, с гордостью, потому что у нее особая весть, и ей поручено самое важное сообщение, последнее сообщение для всей Вселенной. Или, может быть, это служение должно совершаться скротостью и с благоговением, скротостью перед Господом, с осознанием того, что это не мы делаем, это не наша весть, а это весть от Бога, которую мы просто передаем. Для чего нам нужна миссия? Что такое миссия? Давайте попробуем с вами обсудить. Пожалуйста, можете с места не вставая ответить. Это учение? Поручение. Так, вам дают какое-то поручение, вы должны его выполнить, это ваша миссия. Поручения бывают разные, можно поручить кому-то, принеси водички попить, ну принес, попил и все. В пустыне это очень важно, послал тебе, принесли тебе, спасли жизнь. Но вот поручение для нашей Церкви, как мы обозначили важность этого поручения, насколько, какова степень важности миссии Церкви? Как она определяется? Чем? Количеством прихожан? Наверное, нет. Чем определяется важность этой миссии? Пожалуйста. Да. Да. Важность этой миссии определяется тем, кто ее произнес, он знает, что нужно этому народу, он знает, что нужно земле, и еще тем временем и актуальностью. Если эта весть не будет провозглашена сейчас, то мы догадываемся, что произойдет. Мы знаем, как многие, и мы с вами в том числе могли бы не знать того, что есть путь спасения. Один из заголовков нашей беседы начинается так. Так, люди будут потеряны пока и многоточие. То есть, человечество может быть потеряно, пока не произойдет что-то особое. То есть, этот мир обречен к погибели до тех пор, пока он не обратится к Богу. То есть, есть много путей, много вариантов жизни, много путей, которые человек может выбрать и прожить, и вроде бы на этой земле его жизнь, может быть, даже будет выглядеть довольно-таки неплохо, но когда подходишь к порогу, думаешь о смерти, то, как правило, у людей полная растерянность. Столько разных учений, столько смешанных учений о том, что с человеком происходит после смерти, а есть только один выход и один путь, и миссия нашей церкви, миссия вообще всех христиан рассказать правду о Боге, правду о жизни, правду о смерти и правду о вечной жизни. Миссия нашей церкви заключается в том, чтобы преподать самую великую правду, что этот мир, который может умереть, эти люди, которые будут, возможно, потеряны, могут не потеряться. Благодаря чему? Иоанна 14, глава 6, текст Деяния 4, 12, 1 Иоанна 5, 11, 12. Давайте посмотрим, что эти тексты говорят нам о важности проповеди Евангелия всему миру. В чем важность заключается первая и самая главная идея? Только один путь возможен. Нам кажется, что много дорог и много путей, а путь, Писание, Библия, Господь говорит, только один. Никто не приходит. Я есть путь, истина и жизнь, говорит Иисус Христос. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Есть только одни ворота и одна дверь, как можно прийти к Отцу. То есть, возвратиться блудным детям к своему Отцу. Одна дорога и только одна. Следующий текст говорит о том, что нет другого, другой личности, другого имени под солнцем, через которого можно обрести спасение. Только одно имя. То есть, только одна личность. И это личность Иисус Христос. И в первом послании Иоанна говорится о том, что жизнь только в Иисусе Христе, в Сыне Его. Кто имеет Его Сына в сердце своем, тот имеет жизнь. Вы помните, как Иисус говорил Марфе и Марии, когда умер Лазарь, брат их? Иисус сказал, верующий в Меня, то есть, принявший Меня в свое сердце, не умрет вовек, будет жить всегда. Это единственный путь. Есть еще пути. Есть гробовой, знаете, такого человека? Он тоже обещает бессмертие. Он обещал, что воскресит очень и очень многих пострадавших в теракте в Беслане. Есть другие пророки. Вы знаете хотя бы одно имя? Вот хотя бы гробового слышали? Как вы? Можете их поставить на чаши весов? Иисус и кто-нибудь еще? Тот, кто изучал Писание, кто изучает Библию, он понимает, насколько это несопоставимые вещи. Даже, наверное, это кощунство будет сравнивать эти личности. Поэтому есть один и только один путь к спасению. И наша миссия заключается в том, чтобы прежде всего указать на кого? На Иисуса Христа. И только на Него. Какова наша личная миссия? Понятно, что Церковь должна по всему миру провозглашать и так далее. А вот моя и ваша. Давайте вспомним, подумаем и поделимся тем, как и где и когда. Вот буквально реальные факты из вашей биографии, вашей истории. Кто смел и храбрый может поделиться? Как вам в последнее время удавалось благовествовать и кому? И каково это? Да, как? И вы благовествовали? Странно. Как у вас так получилось? Господь, аминь. Вот как можно ярую атеистку переубедить? Это сделал Господь. Правда. Спасибо, Галина. Пожалуйста. Аминь. 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 Вы согласны? Вы согласны? Скажите, аминь. Это единственный источник жизни для нас. Это путь, это истина, это жизнь. Нет другого пути. Нет другой истины. Нет другой жизни. Мы все стекаемся, если мы веруем в Иисуса Христа, как, знаете, в горлышко бутылки. И проходим через узенькие ворота. И в этих воротах Иисус Христос, который говорит, ты принимаешь меня, ты принял меня. Входи в радость Господина твоего. Иисус Христос – это действительно самое важное, о чем мы должны прежде всего и прежде всего проповедовать. Великое поручение Иисус Христос дал однажды своим ученикам. Помните, как оно звучит в конце Евангелия? Оно написано, очень звучно, красочно, мы все это знаем. Как оно звучит? Идите, научите и дальше? И крестите. Да. Господь дает появление ученикам, и в его лице, наверное, всем их последователям, всей церкви, дает поручение совершать то, что совершал сам. Иисус учил? Учил. Наставлял? Наставлял. Крестил? Его ученики крестили. Иисус Христос начал совершать эту миссию и передает эстафету ученикам. И как вы думаете, совершает ли наша церковь в целом это поручение? Исполняет ли она порученное Господом? Если посмотреть на статистику, которую очень легко нарисовать на доске, сколько стран на нашей планете? 200 сколько? Когда я учился, было 226, было где-то 230, потом опять, вы знаете, постоянные революции, войны там соединяются, разъединяются. Ну, в общем, скажем, 220. Наша церковь присутствует более чем в 200 странах. Она не присутствует в Северной Корее, еще в нескольких, ну вот в таких очень жестких режимах восточных государств, где мусульманство, где просто запрещено веровать во что-то еще. И церковь проповедует там, казалось бы, ну почти, да, во всех странах присутствуем. Но каково наше присутствие в этих странах? Один на 10 тысяч или, может быть, один на 100 тысяч? Вообще церковь придерживается очень правильной стратегии, посылает миссионеров всюду. Пусть семя сеется, пусть Господь, пусть наши служители, наши миссионеры будут семенем, который Господь взрастит, умножит, и все-таки Дух Святой совершает служение, а не просто посланные люди. Мы не можем измерять это количественными какими-то мерами, потому что Господь тоже на этой земле, на многие миллионы людей, оставил всего 12 учеников. И это была капля в море. Поэтому церковь действительно делает очень правильные шаги в том плане, что глобальная миссия предусматривает присутствие везде, где только можно. Мы не присутствуем там, где невозможно физически присутствовать. Потому что туда не пускают, а если пускают, то сразу в тюрьму сажают или депортируют. Хотя церковь со своей стороны делает вот такие шаги, может ли это в каком-то смысле нас с вами успокаивать? И можем ли мы считать, что миссия выполнена? Нет. Почему? Стоит посмотреть налево, направо, на своих близких, на свое окружение. И мы видим, как многие еще нуждаются в том, чтобы узнать Иисуса. Узнать о том, что Господь придет, что будет Божий суд, что есть еще возможность спастись. Подумайте, есть ли среди вас люди, которые не знают о весте спасения? Да, когда с ним и в нем живешь, то его не видишь и не чувствуешь. Есть эти люди. Может ли глобальная миссия церкви прислать специальных людей, чтобы в нашем окружении совершить какую-то особую деятельность? Нет. И давайте теперь коснемся того, кого касается это поручение. Когда Иисус произносит эти слова, Он обращается к ученикам, как к группе, и сегодня как бы к церкви в целом, и, наверное, лично к каждому. Как исполнить это поручение Иисуса? Каким образом? Я знаю, что каждый из нас в своем окружении, в школе, на работе, пытается говорить, всегда ли вам удается? Почему? Вот, Слава, тебе не удается иногда? Почему? Люди не расположены. Бывает так. А бывает, что мы не готовы. А бывает, что мы не способны. Бывает и так. Ситуации бывают разные. И вот как разобраться в том, где, когда, что говорить, чего не говорить, когда воздержаться? Как это понять, почувствовать и определить? Аминь. Об этом нужно молиться, чтобы Господь Духом Святым путеводил нас. И в нужное время, как Господь говорил ученикам, я пошлю у Тешителя, и Он наставит вас, что говорить, когда говорить. И вам не надо даже будет составлять очень большие конспекты, чтобы выступать перед кем-то. Господь Духом Святым будет говорить. Что с нашей стороны должно быть в таком случае? Чуткость. Молитва. Молитва Господа о излитии Духа. И чуткость к тому, когда Господь нас побуждает или удерживает. Вот мы со Славой очень часто говорим о благовестии. Каждую субботу практически. Он в школе делился с преподавателями, говорил даже. И вы знаете, за год так многое изменилось в его стиле благовестия. И ничего слава, что я про тебя расскажу. Что он сначала с таким задором проповедовал, что просто все от него прятались. В последние времена он понял, что не надо навязываться. Нужно быть тактичнее, деликатнее. Нужно отвечать на запросы людей. А не давать им насильно то, чего они не хотят слышать и видеть. За год Господь сделал такие перемены, что молодой человек стал чутким, стал отзывчивым к тому, востребованы это людьми или нет. К тому, готовы они или нет. К тому, посылает ли его Господь сейчас или нет. Да, действительно. Иногда бывает такое, что слепой фанатизм толкает нас на необдуманные поступки. И в нашей среде, как и в среде любых христиан, бывают перегибы. Когда Господь дает нам поручение проповедовать, Он дает и особую весть для нашего времени. Весть на все времена – это весть о Спасителе Иисусе Христе. С каких пор она проповедуется? Когда первый раз прозвучала весть о том, что будет заместительная жертва? Бытие 3.15. Помните, вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и семенем ее. И говорится о том, что семя жены победит. И семя жены – это кто? Иисус Христос. Это Иисус Христос. И позже мы читаем, когда Иаков благословляет своих сыновей. Он говорит о Иуде, что от тебя придет примиритель. И ему покорность народов. Кто этот примиритель? Это Иисус Христос. О Иисусе Христе во все времена проповедовалось, как о том примирителе, который восстановит правду, восстановит мир на земле. И в нашей Церкви в последнее время Господь дает актуальную весть. Еще одна из граней вести, которую Господь поручает нам, она записана в Откровении 14 главе с 6 по 12 текст. Что там говорится? Кто-то может в нескольких словах описать? Откровение 14.6 по 12. Это трехангельская весть, вы понимаете, да? Хорошо, давайте, что говорит первый ангел? Небо и земли, источники. Вот о чем говорит весть первого ангела? Давайте не поэтическим древним языком, а современным. О чем вам лично говорит эта весть? Есть две ключевые, да? Идеи в этом тексте. Первое, что? Нужно воздать, да. Убойтесь, ну под словом убойтесь мы что подразумеваем? Сказать его вообще. Спасибо. Это уже много получилось у нас. Давайте остановимся на том, что есть призыв обратиться к Богу особым образом. Убояться это значит почтить Бога. Бога не почитают. Бога уже нет. Мы сами произошли из определенных частиц. Мир сложился, развился и вот мы здесь. Бога нет. Нужно воздать Богу должную честь. Его нужно прославить. За что? За то, что Он наш Творец. Нужно Ему поклониться как Творцу. Но здесь же звучит еще одна весть. Какая? О суде. Наступил час суда его. Когда этот час суда наступил? Пророчество Даниила, говорят, указывают на 1844 год. Это год, который в Священное Писание в пророчествах представляет нам годом вхождения Иисуса Христа во Святое Святых. Если бы мы с вами сейчас увидели Ветхозаветное Святилище, мы бы увидели, что оно разделено на две части. И в одной части совершают служение священники, первосвященники, левиты. А вот за завесу никто не заходит. В течение года туда входит только первосвященник. И только один раз. В истории нашей земли Иисус Христос входит во Святое Святых. Образно, как мы представляем себе небо, как святилище. Иисус Христос входит в небесное святилище, входит за завесу только один раз в истории земли. Он не умирает десять раз за нас. Он не идет на крест десять раз за нас. Он входит туда со своей кровью один раз. И мы с вами, зная ход Ветхозаветного Святилища, понимаем, что он входит туда для суда. Когда в Израиле наступали судные дни, десять дней, левиты трубили в трубы, весь город слышал этот звук и знали, о, начались судные дни, начались трубные дни. Это дни подготовки к суду. Нужно молиться, через десять дней священник войдет туда. Первосвященник зайдет туда и все. Если я не раскаюсь, то все. Я буду изгнан из народа. Я не получу прощения. Мой грех не будет искуплен. И народ каялся. Это были особые дни покаяния. И вот последний, девятый день, это было особое покаяние, особый настрой. Может быть, похоже на тот настрой, который мы с вами испытываем, когда принимаем частицу хлеба в свои руки. Когда частицу вина берем, берем и молимся. И говорим, Господи, прости, потому что грешен я. Хочу жить с чистым сердцем. Так люди готовились к этому моменту. И когда первосвященник входит туда, все с замиранием сердца ожидали его выхода. И когда священник, проведя там несколько часов, выходил оттуда, жив и здоров, весь народ радовался и ликовал. Начинался великий праздник, потому что вышел первосвященник и вынес наши грехи. Он их возлагает на козла отпущения. Эти грехи исчезают. Отправляются в пустыню. Просто их больше нет. Нет, когда Иисус Христос вошел во Святое Святых, с 1844 года наступил вот этот момент, когда мы ждем. Скоро Он выйдет оттуда. А когда Он выйдет? Когда мы увидим Его в небесах. Пришествие Иисуса Христа – это и будет возвращение Иисуса из Святого Святых. Это значит, что все совершилось наше спасение, которое началось на Голгофе и закончится судом Божьим над праведными, потом и над неправедными. Но это будет днем особой радости для нас с вами. Вторая весть. Весть второго ангела. В чем она заключается? Наверное, немножко абстрактно звучит. Пал, пал, Вавилон, Великая блудница, напоившая вином блуда своего, все народы, да? А что-то вам говорят эти слова? Предупреждение о ложном поклонении. Ну, как бы тут о поклонении ни слова нет, Татьяна. Ну, с чего бы ангел стал говорить людям последнего времени о Вавилоне, которого давно в помине нет? Где руины с трудом находят, да? Имеется в виду символический Вавилон. Что характерно для Вавилона? Чем может, символом чего может быть это название? Смешение. Это было смешение не только языков, когда строили Вавилонскую башню. Это был город, где были смешаны и религии, и культы, и самые разные учения о жизни, о смерти, о загробной жизни. И все это очень легко уживалось. Это был своего рода пантеон всех богов и всех религий, и они мирно сосуществовали, и можно было понемножку верить во всякого, на всякий случай. И Иисус Христос, давая эту весть, для последнего времени, наверное, предупреждает о том, что и в последнее время будет попытка смешать истину с ложью, перемешать все возможные учения, и религиозные, и философские, для того, чтобы увести людей от познания живого Бога. Мы в истории Ветхого Завета постоянно замечаем, как против праведников ополчаются неправедные. Мы замечаем, как мал остаток, и как много идолопоклонства, язычества вокруг Израиля. И как часто народ сдавался под давлением язычества и идолопоклонства. Господь предупреждает, что этот Вавилон падет. Он пал, он духовно уже пал. И Господь предупреждает о том, что вино блуда его опасно. Что такое вино? Это учение. Это разного рода учения, которые уводят от Господа, уводят от главного учения, от учения о Иисусе Христе, о поклонении живому Богу, Богу Творцу, и о Богу, который грядет во славе, чтобы забрать своих избранных. И третье предупреждение третьего ангела. Как звучит? Кто поклоняется зверю и принимает начертания его. Тоже довольно так звучит как-то. Немножко мистически. Фильмов много всяких про зверя, про число какое-то. Книги пишут на эту тему. Как это увязать с реалиями христианской жизни? Что это значит? Как вы думаете, эта печать зверя, это что-то особенное, что появится только вот сейчас? А не было ли ее раньше? Не было ли зверя раньше? Не было ли у него попыток поработить человека, и его руки, и его сердце, и его разум раньше? Это было во все времена. Но в последнее время Господь говорит, что будет особый акцент на том, что зверь, дьявол, эта сила зла попытается поработить человечество, и его ум, и его сердце, и его руки. То есть принять печать зверя на руку, или на чело, принять формально, или, может быть, действительно умом и сердцем, это значит отказаться от Господа, от учения Божьего. И камнем преткновения в последнее время будет вопрос истинного поклонения живому Богу, Богу-Творцу. Поклонение в день субботний, поклонение по заповеди, как Господь утвердил однажды в Едеме, подтвердил заповедью, и оставил на все времена для всех народов. Кажется мелочь, кажется небольшой штрих такой. Ну, мы же тому же Богу молимся, но чуть иначе, чуть-чуть по-другому. На самом деле, дьявол, пытаясь сделать такие маленькие уступки, может быть, ради мира на земле, может быть, ради чего-то еще, пытается сбить нас с того пути, на который Господь нас ставит, с пути, единственного пути, следования Иисусу. Есть один очень отрезвляющий вопрос в этом смысле, в этом вот именно русле. Может ли возникнуть такая проблема, при которой особая аутентичность церкви, особая миссия, особая весть, которая принадлежит именно нашей конфессии, может стать камнем преткновения для нашего служения. Мы настолько можем зациклиться на своих вестях, на своей уникальности, на своих доктринах, что забудем о самом главном. Как вы думаете? Возможно такое? Более того, это заметно. Это можно увидеть даже в нашей среде, особенно в более консервативных кругах, где-то вне Москвы, где-то, где, скажем так, не так свободно мышление людей. И это наблюдается, знаете, в чем? В том, что иногда люди берут и на знамя, воздвигают какую-то одну доктрину, какую-то одну идею, какую-то одну отличительную черту и несут ее с таким рвением, с таким фанатизмом, как Галина сказала. Говорят, посмотрите, мы же особенные, у нас вот такая весть, а вот мы такие, мы и то не делаем, и мясо не едим, и еще что-нибудь. Это делает очень плохую услугу Господу, Господу прежде всего. Ну, и, конечно же, имени церкви, имиджу церкви. Есть проповедники, которые приносят много вреда Господу. Господь хочет, чтобы мы были трезвыми людьми и понимали, что главная весть, это весть о спасении через Иисуса Христа. Это весть на все времена, для всех народов. Есть весть для определенного времени. Как вы знаете, и для Даниила была весть для его народа, что его народу столько-то еще остается здесь. Это была актуальная весть, но для них она уже нам неинтересна. Но есть актуальная весть для нашего времени. Это то, что дьявол попытается узурпировать божественный авторитет, дьявол попытается изменить субботу на воскресенье, дьявол попытается сделать так, чтобы... Спасибо, я у вас вижу. Мне показывает, что пора заканчивать. Дьявол делает все в своем стиле, как это было во все времена. Господь предупреждает. И через нас пытается и старается, и что следует заметить, Господь сделает это, предупредит этот мир. Наша с вами личная обязанность каждого из нас это личное благовестие. Мы не можем проповедовать, может быть, большим массам людей, но идя домой, идя на работу, каждый из нас является свидетелем. Пусть Господь благословит всех нас, помнить о том, что наше слово, наше дело, наша улыбка, наше, может быть, рукопожатие и объятие это частица Божьей любви. Людям не так важно, какие у вас доктрины. Людям не интересно, какие у вас пророчества. Но люди очень и очень сильно и чутко реагируют на наличие любви Божьей в нас. И пусть Господь нам даст ее, чтобы его весть была исполнена любви. Аминь. Помолимся. Господи, молим Тебя, чтобы Ты благословил нас, как...